Здравствуйте, дорогие друзья и все любители Польши. Меня зовут Андрей Таран, я представитель проекта Poland Work For You. И в данном видео я бы хотел рассказать вам о том, какие же можно продукты ввозить в Польшу и в целом на территорию Европы. Это видео будет полезно, конечно же, всем, кто первый раз собирается ехать, либо кто опасается, так как очень часто бывает, что люди везут с собой, например, в большой кусок мяса, и им на границе говорят, что его нужно выбросить, либо мы дальше вас не пропустим. Чтобы у вас такого не было, обязательно посмотрите это видео, подпишитесь на мой канал прямо сейчас, в правом нижнем углу, чтобы не пропустить еще более интересных видео. А если вы готовы, то усаживайтесь поудобнее, я расскажу вам много чего интересного. Поехали! Итак, что же можно возить на территорию Европы? Самое первое, что волнует людей, это, конечно же, не еда. Никогда не слышал, чтобы кто-то спрашивал вообще про еду. С самым большим спросом пользуются, конечно же, алкоголь и сигареты. Итак, сколько можно провозить алкоголя на территорию Европы? Напитки крепостью более 22,3 оборота, можно провозить 1 литр водки на одного уезжающего. Напитки крепостью менее 22,3, до 2 литров на человека. Но в данный пункт не попадает вино. Вино отдельным пунктом, за исключением игристого, до 4 литров, а пиво до 16 литров. И, конечно же, в случае, если вы будете вести с собой, так сказать, алкоголь из разных пунктов, то таможенник уже на свое усмотрение может выбрать усредненную крепость данных алкогольных напитков и на основании этого принять свое решение. Поэтому будьте к этому внимательны. Что касается сигарет, то сигары можно провозить 10 штук, сигареты 40 штук, табак 50 грамм на человека. Итак, а теперь перейдем к продуктам питания. Список продуктов питания, которые запрещены для ввоза. Это молоко и продукция создана на его основе. Мясо и всепроизводные, в том числе сало, колбаса, балык и тому подобное. Консервы, то есть домашняя или покупная. Что касается рыбы и морепродуктов, их можно возить на территорию Европейского Союза, если общий вес не превышает 20 килограмм. Или же, если вес одной рыбины, если он превышает 20 килограмм. Есть еще такой нюанс, то есть готовая к употреблению мясная продукция в небольшом количестве, разделенная на уже порции, то есть порезана для личного употребления небольшим объемом. То есть это разрешено, так как для себя это маленькое количество. Список продуктов, на которые не распространяется запрет. То есть пойдем от обратного. То есть это хлеб, торты, печенье, шоколад и кондитерские изделия, включая сладости, в состав которых нет мясных продуктов или начинок. Пищевые добавки, упакованные для конечного потребителя. Макароны и макаронные изделия, в составе которых нет мясных продуктов или начинок. Суповые наборы и заправки, упакованные для конечного потребления. Мясные вытяжки и мясные концентраты. Любые другие продукты, не содержащие рыбу, мясо и молочные продукты. Подвергающиеся технологической обработке, а также содержащие менее 50% обработанных яиц или рыбы. И также свежих овощей и фруктов массой до 5 кг на одного человека, за исключением картофеля. Также разрешаются для ввоза в Польшу некоторые другие продукты. Например, мед или продукция, произведенная из яиц, сухое молоко и тому подобное, можно провозить весом до 2 кг. И также таким небольшим нюансом можно ввести продукты для специального питания, то есть для диеты и тому прочему, если в них есть необходимость, которая была подтверждена медицинским свидетельством, а во-вторых, вес не превышает 2 кг на одного человека. То есть у вас должно быть разрешение, если вы хотите перевести что-то более, так сказать, специфическое. И последнее, что же касается таблеток, так как много кто везет с собой таблетки для личного потребления, то таблетки несильного действия в размерах, пригодных для личного пользования, разрешены для ввоза в Европейский Союз. Сильно действующие медикаменты можно ввозить только по соответствующему документу от врача, так сказать. А в остальных случаях препараты, содержащие психотропные и наркотические вещества, строго запрещены для ввоза. То есть это все такой основной список, который я хотел вам показать. Основное это алкоголь, сигареты, продукты питания и таблетки. В принципе, это все. Всем, кому было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях, возможно, я что-то пропустил, что-то не сказал, либо где-то есть ошибка и у вас на личном опыте было по одному из этих пунктов несовпадение. Так как я часто видел, что на границе говорят выложить мясо, либо какие-то фрукты, какие-то разные вещи. Поэтому, кому было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и обязательно напишите внизу в комментариях, возможно, какой-то из этих пунктов не соответствует действительности, возможно, в реальной жизни вас из-за этого пытались снять с рейса, либо говорили оставить это. Поэтому обязательно напишите обратную связь внизу в комментариях. А с вами был Андрей Таран, это проект Poland Work4U. Всем желаю хорошего дня и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok